Вернер Херцог И вот из тех четырех примерно десятков документальных фильмов, которые он выпустил, мы сегодня посмотрим один, который выпущен в 1993 году, интересный сразу в нескольких отношениях. Ну, нам он интересен в рамках семинара по визуальной антропологии, потому что, не только потому, что он антропологичен, как и остальные его фильмы. В книжке «Херцог о Херцоге» он признается, да, наверное, я делаю антропологические фильмы в той мере, в какой героями этих фильмов являются люди, а не ландшафты. Соответственно, вот то, что мы видим даже там, где возникают фантастические ландшафты в его документальных фильмах и в фильмах художественных, мы видим феерическую натуру. Это уникальный режиссёр в том отношении, что его чувство натуры, такое вагнеровского размаха, оно проявляется в каждом кадре, да. Они очень этнографичны, и в игровых фильмах мы видим много этнографичных моментов, где местные люди, а он выбирает всякие экзотические уголки мира, играют сами себя. Они играют сами собственную жизнь во всём изобилии этнографических подробностей. Но сегодняшний фильм, как и многие другие его документальные фильмы, посвящён одному специфическому аспекту жизни человека, а именно его связи со сверхъестественным, с религией и мистицизмом. Ну, то, что в данном случае Россия оказывается местом, где он исследует эту связь, наверное, не случайно, но этот фильм так или иначе становится в один ряд с другими его картинами, где он показывает, в общем, на типологической шкале сходные вещи. Вот была такая серия «Две тысячи лет христианству», и серия девятая, которую снял Вернер Херцог, она называется «Бог и обременённые». Она посвящена целиком тому, как христианство в Гватемале, где живут индейцы, воспринявшие это христианство очень оригинальным образом, вот как они отправляют религиозные обряды, которые отчасти по форме христианские, а отчасти совсем какие-то другие. И нам, когда мы смотрим на всё это, кажется, что это какая-то невообразимая экзотика, хотя, казалось бы, католическая церковь. И, пожалуй, надо сказать, что Вернер Херцог единственный такой режиссёр, который столь пристально и вдумчиво, и эстетизировано одновременно последовательно изучает религиозный опыт человека, но не внутреннюю его сторону. Кто-нибудь мог бы, наверное, изучать религиозный опыт другими средствами, а внешние формы. Он... В чём его антропологичность? Он показывает, как в самых разных уголках земного шара люди, которые говорят в экран или делают какие-то странные вещи, общаются со сверхъестественным. Это могут быть буддийские монахи, это может быть что-то ещё. У него есть фильм, например, который целиком почти состоит из проповеди одного проповедника. То есть, вот многообразие религиозного опыта в наиболее ярких формах. То, что мы увидим сегодня, полно интересных подробностей, и это подробности, которые те из нас, кто постарше, могут помнить на собственном опыте. Это чрезвычайно интересно увидеть снова. Например, ну, многие из вас знают фамилию Чумак. Или всякие вот, помните, в 90-е годы были модны сеансы разных целителей, врачевателей, экзорцистов, экстрасенсов. Они собирали целые большие залы домов и дворцов культуры по всей стране. Или, например, новые религиозные движения. В самом начале, вот на рубеже 80-х, 90-х годов, в начале 90-х в метро можно было увидеть людей в таких белых одеяниях. Их называли Белое Братство. Но вот Белого Братства тут нет. Но есть другое, очень интересное религиозное движение, которое называется Церковь Последнего Завета, последователи Виссариона. Это тоже интереснейшее такое явление нашей религиозной жизни. У них есть замечательная община в Красноярском крае, где живут, наверное, тысяч десять человек в форме такой религиозной общины. И тут мы видим молодого Виссариона, который проповедует в камеру. Вот это вот, что очень привлекательно в фильмах Херцога, что люди, на которых он обращает внимание, они стоят и прямо вот так вот рассказывают в камеру. Они что-то ему хотят сказать. Ну, не ему, а нам, зрителям. Иногда это доходит до какого-нибудь абсурда в фильме «Уроки тьмы», где в качестве материала используются последствия войны в заливе. Мы видим женщину, у которой убили ее детей на ее глазах, и закадровый текст, который читает сам Херцог, гласит, что эта женщина не может разговаривать, она потеряла дар речи, но она хочет нам сказать. И она нам что-то рассказывает на протяжении довольно длинного эпизода. Эти люди обращены к нам лицом. В каком-то смысле это выдает сделанность того, что мы видим. И, ну, широкими мазками нарисованная панорама религиозной жизни России отвечает тому представлению о русской душе, глубоко мистической, и о судьбе России, которая есть у Херцога. Я не знаю, как вы это воспримете. Изнутри всегда, изнутри какой-то вот культуры, наверное, это все смотрится иначе. Рассказы, записки иностранцев о нашей с вами жизни всегда выглядят курьезно с нашей точки зрения. Но, по-моему, это прибавляет привлекательности и интереса таким попыткам. Неизвестно ли, почему такой последний план очень неоднозначный? И не говорил ли сам режиссер о том, почему он таким образом расставил фрагменты? Потому что есть ощущение, что рядом поставлены самые различающиеся точки. Например, когда показывают подряд человека, который играет на колоколах, а до этого, наоборот, там самую такую жесткую церемонию религиозную. И не только там это повторяется. Когда самые две различные, казалось бы, практики ставятся подряд. По большому счету документальные фильмы Херцога используют замечательный прием, когда абсолютно достоверная этнографичная съемка вырывается из контекста и помещается в какой-то другой контекст, реконтекстуализуется. И все это склеивается в единую масштабную картину, которая воспринимается как единое целое. Возможно, конечно, что за прошедшие с того момента, когда все это было снято годы, вот такая реконтекстуализация этих фрагментов и постановка их в один ряд, она в значительной мере экзотизирует все это дело и в каком-то смысле делает таким экспортным продуктом не то чтобы русскую духовность, а внешние формы религиозного фанатизма, который присущ якобы народу, который населяет эту территорию в целом. Во всяком случае, действительно, мы же стали свидетелями в 90-е годы такого подъема интереса к, с одной стороны, всяким мистическим и сверхъестественным вещам, а с другой стороны, новорелигиозного подъема, который дал новые формы религиозной жизни. Сам творческий метод, который использован режиссером, конечно, скорее, это не исследование, а попытка такая публицистическая и художественная. И я не думаю, что это произведение нужно каким-то образом критиковать с точки зрения, не знаю, какого-то научного религиеведения. Его тут близко не лежало. Но, тем не менее, во всяком случае, чутье режиссера, который видит наиболее экспрессивные, яркие проявления, которые заставляют задуматься нас о том, как оно и что. Потому что, понимаете, самые символические сцены... Ну, вот он сам признавался в интервью. Двое товарищей, которые по льду ползают, они на самом деле просто местные алкоголики, которым заплачены деньги за то, чтобы они поползали по льду. Один из которых заснул по ходу дела, и мы это видели. То есть, это никакое невзыскующее Грады Китежа. А мы видим их именно таким образом. Но от этого кино не становится хуже. Вот в этом, наверное, сила настоящего произведения искусства. Вот это интервью, которое дает замечательный Юрий Юрьевич Юрьев, оно, конечно, поразительное. С одной стороны, любой человек, который брал интервью когда-нибудь в жизни, знает, что нельзя перебивать жертву вашего интервьюирования. И всегда лучше оставить немножечко... Вот он закончил, и оставить немножко еще времени ему подождать. Не задавать никакой следующий вопрос, чтобы он почувствовал себя неудобно и сказал что-нибудь еще. Вот настоящие документалисты, которые знают, что вот в этот момент, когда человек что-то говорит, он настраивается что-то перед камерой такое изобразить. А потом, как он договорил, он думает, что сейчас все вот тут кончилось, обрезалось. И он начинает вести себя совсем иначе. У него глаза куда-то в сторону идут. Он проявляет свою естественность. И здесь этот принцип интервьюирования возведен в куб. Не в квадрат, а в куб. Мы видим, как этот человек смотрит по сторонам и думает, что бы еще было уместно сказать. И тем самым мы видим проявление его совершенно не сделанных реакций, его этоса, его характера. Это вскрывает его характер. И в этом действительно есть очень интересный такой... То есть это насилие над принципами этнографического кино. Но с другой стороны, это действительно мастерство документалиста, который позволяет нам увидеть не какую-то постную физиономию сделанную, сделанную, и как бы человек встал, принял позу, мы можем, конечно, наслаждаться той позой, которую он принял. Тем более в большинстве церемониальных обстоятельств это все принятые позы. Да, вот Виссарион тоже он нам вещает, это все принятые позы. Но вот когда мы видим что-то, какой-то кусочек, где он как бы меньше контролирует себя и не работает на камеру, это оказывается очень мощным таким... Вот мне кажется, что сочетание таких фрагментов, где мы... Контрастных, да, где мы видим церемонию, где мы видим явно какие-то мощные эмоции и вот символического образа этих колоколов, поскольку, да, вот что они слушают, эти алкоголики, да, они слушают звон колоколов затонувших. С тех пор, кстати говоря, вот интересная традиция. Леушинские молитвенные стояния. Это вот на озере в Нижегородской области ежегодно собираются люди помолиться и услышать, ну, там затопленный монастырь. Это на берегу Рубинского водохранилища все происходит. И это, конечно, напрямую ассоциируется с градом Китежем и так далее. Эта традиция появилась сравнительно недавно, позже уже после того, как этот фильм был снят. Так что как-то вот Херцог очень точно подметил тенденцию. Мне кажется, что все-таки в данном случае в Херцоге возобладал или преобладал автор игрового кино над автором документального кино, потому что, если заметили, да, он специально выбирал такую фактуру, которая нам будет интересна. Поэтому большинство из героев – это люди либо болезненные, либо неадекватные. Да, это видно и на примере того же Юрия, и от той семьи, к которой, если помните, приходил Виссарион. И вот таких моментов очень много. А что касается, соответственно, действительности, то я подозреваю, что он не ставил себе такую цель отразить существующие ситуации в Сибири или еще где-то. И это видно хотя бы на таких мелочах, когда, помните, он смешивает, то есть берет одну картинку, да, допустим, вот «Последняя речь Виссариона» или еще там был похожий момент, и этот сопровождается хором мужского православного монастыря, да, то есть вот этот диссонанс. Это диссонанс ведь с вашей точки зрения только, а не с точки зрения Херцога. И очень важно, что с точки зрения марсианина, который спускается на нашу планету, эта картина абсолютно... Соглашусь, но для документального кино, наверное, это все-таки не совсем допустимо. Вот, а для героевого потрясающе, да. С точки зрения специалиста, она вдаётся в действительность и в подробности действительности, а ведь публика по большей части не является специалистами, да. И Херцог, по сути дела, тоже не является специалистом ни в религии и ведении, хотя, на самом деле, он видел и снимал в мире такое количество религиозных традиций, которые, ну, дай Бог, каждому религиоведу увидеть воочию. И тут действительно возникает вопрос интерпретации. Мы едва ли вправе действительно предъявлять фильму претензии какие-то научные. Тут действительно очень много клубнички на берёзке, да. И вот, понимаете, противопоставлять художественности, документальность, это может быть даже не совсем корректно. Мы можем говорить о том, что у нас есть игровые фильмы, не игровые фильмы, но построенные на документальной фактуре фильмы, они тоже в каком-то смысле художественные. Это художественное произведение, да, хотя в нём много-много всякой документальности. И я бы, знаете, что только сказал, что для того, чтобы с какой-то художественной правдой, так сказать, глубоко постичь некоторые явления, наверное, не обязательно показывать наиболее типичные вещи, наиболее типичных представителей. Иногда маргинальные представители, ну, люди, которые не принадлежат к мейнстриму, ведь, понимаете, к белому братству не принадлежало большинство населения. Тем не менее, белое братство было настолько ярким проявлением какого-то этапа в развитии нашего отечественного общества, что показать это было бы очень-очень полезно. Точно так же, как и... Ну, вот это довольно массовое явление, целительские сеансы. До сих пор мы видим объявление об этом. Но, конечно, наверное, это не мейнстрим. Тем не менее, это характерные вещи. Но дистанция, вот эта вот культурная дистанция, что человек приезжает из другой страны и показывает всему миру какой-то набор, мозаику явлений, и все думают, ага, действительно это здорово. Вот. Они не понимают, что это музыка из другого места. Но с этой дистанции эта музыка слышится примерно оттуда же. Она вся слышится из китежа. Несмотря от формы, вне зависимости, вот ощущение было болезненности какой-то во многих проявлениях, вот религиозности или псевдорелигиозности. То есть, или вот Виссарион какой-то как бы просвещенный, либо эти бабушки там керчащие, или какие-то все убогие, я не знаю. То есть, вот как вы относитесь к тому, что... То есть, по сути, нам не показали ни одного такого вот, ну... здорового цветущего человека, который шел бы в церковь. Я просто к чему это хочу сказать? То есть, вы сказали о том, что там не обязательно отражать, да, вот мейнстрим, а какие-то яркие моменты. Яркие моменты, безусловно, то есть, отличный кадр. Стоит бабушка, сзади ползают два человека по льду, и вроде как это все вместе, и независимо друг от друга, или вот Виссарион на фоне лугов и рек. Оно может быть красивая картинка, но от этого вот ощущение того, что вот даже то, что если есть в православии, или в религии, или просто во взгляде у человека, который вот смотрит на все подряд, что-то ценное, оно вот как не то, что извращается, но не несет в себе какой-то силы, убеждающей, что ли, а вот в такое вот смешение, вот то, что назвали коллажем, даже не столько коллаж, сколько вот такое какое-то отклонение от нормального сознания, вот нормального... Ну, вы знаете, а вот в стереотипном сознании что у нас ассоциируется с этой, как это ее называют, прихрамовая среда? Там же бабушки в основном, да? Там много еще и молодых людей тоже разных. Понимаете, если вы пойдете в день, когда Ксению Блаженную там отмечают на кладбище, я как-то снимал однажды это дело, и там было масса интересного. Например, такой человек, который явно приехал на хорошем джипе, он в тот момент, когда он стоял, прислонившись там к стене, у него звонил мобильный телефон, и он что-то вот так вот, это с мобильным... Телефон какой-то дорогой очень, золотой. Вот, конечно, можно было снять к тому же какой-нибудь колокол, где написано такому-то монастырю от солнцевской братвы, да? А братва, как священник объясняет, это же братва и братья, это очень близкие понятия. То есть на уровне 90-х годов там была еще масса экзотики, но эту экзотику было бы сложно объяснить, потому что здесь мы видим что-то такое общечеловеческое, что мы готовы увидеть с готовностью и в другой культуре. Вопрос вот какой. Люди едины. Что на Чукотке, что здесь они одинаковые. Если им нужна религия, то, наверное, потребность, она одна и та же. На Чукотке они почему-то идут к шаману. Для чего-то им шаман нужен. Здесь они идут к шаману, идут в церковь, или идут они к этому святому Вестариону. Зачем-то им это надо. И вот этого объединения, я, к сожалению, либо я не увидел, либо его нет. Вот это уже к вам вопрос. Понимаете, люди от Чукотки, как это, от Магадана до Риги, как выражалась барышня, это некоторая условность. Понимаете, это вот у нас было принято считать с трибуны съезда, что советский народ это новая историческая общность. На самом деле, при том, что у них у всех есть паспорт, у подавляющего большинства, был паспорт, да, все-таки едва ли можно было бы в культурном отношении считать их одним народом. То есть он, конечно, советский народ и избиратель наш, но, тем не менее, это очень разные культурные традиции. И в этом смысле, поскольку эта потребность, эта валентность у каждого человека, она оформлена той культурной традицией, в которой он вырос, она принимает разные формы. Очень разные формы. И, ну, мы как раз, мне кажется, что Херцог искусственным образом подводил нас к мысли о том, что здесь есть некое единство, которого, на самом деле, по-видимому, нет. Я полностью согласен с вашим возражением насчет какого бы то ни было отсутствия единой религиозной потребности. Разумеется, это представление является абсолютно вымороченным. Это донаучный миф. И ясно, что каждая религия обусловлена своим оригинальным символическим кодом, и эти коды в различных регионах и культурах могут разниться даже сильнее, чем, скажем, коды религии и науки в одной культуре. Но, тем не менее, здесь действительно есть основания для общности, и если бы режиссеру удалось его подчеркнуть, то, возможно, фильм бы стал еще более антропологичным. И это основание заключается в некоем состоянии, в некотором периоде, когда культурное общество совершает бросок в направлении чего угодно, лишь бы оно поманило трансцендентным и дало гарантию некоторого обещания. И именно это, разумеется, пытается Херцог уловить. И в этом смысле, может быть, ему стоило бы сосредоточиться не на чисто физиологических, почти гальванических, указывающих на голую этологичность особенностях поведения, скажем, царапающее себе лицо женщины на сеансе «Чумака» и так далее. А напротив, ему следовало бы взять действительно менее интересный и более метанарративный план, скажем, план высказывания обычного человека о том, что религиозное ему необходимо, при том, что этот обычный человек не знает, какого религиозного он хочет. Этот человек был бы средоточием, некоторым перекрестком самых разнообразных желаний в сеансе «Чумака», Кашпировского и в то же время церкви. То есть такой человек постоянно говорил бы, нечто существует, я это чувствую, я уверен, что есть нечто большее. И можно было бы действительно работать вот с такими высказываниями совершенно обычных, не патологических людей, которые, тем не менее, выказывали бы патологичность своей убежденностью. И вот тут бы и нашлось основание для самых разных полурелигиозных и парарелигиозных порывов. Но то, почему Херцог этого не сделал, для меня очевидно. Фильм таким сценичным, разумеется, бы не был. Я просто предложил очень бедный сценарий, но его можно было бы обогатить, скажем, не показом одного только похода в церковь, но вопрошением к тем же самым пожилым людям о роли православия сегодня, о том, что было с православием в последнее время сделано. И можно услышать иногда впечатляющие, очень эффективные, совсем не скучные истории на эту тему. И это, конечно, как мне представляется, было бы более антропологичным срезом именно в отношении натуралистического изучения, потому что для человека и субъекта культуры натуралистично не поведение, не царапа, не щек, не дергание за волосы, а именно ставка на смысл, который человек так страстно и так в то же время узко и ограниченно выражает в речах. Понимаете, все-таки вот антрополог, он понимает, что речи, они самоценны в каком-то отношении, но никогда не отражают этих реальных мотиваций. Речи дают нам то, что называется мотивировки, а реальное поведение, оно опирается на некоторые мотивации, на некоторый более глубокий уровень, который сам субъект действующий едва ли может осознать. Речи, они имеют смысл скорее как не рассказ о том, что есть на самом деле, а как демонстрация мнений. Вот. И в этом смысле царапание лица, безусловно, оно не только сценично, но оно осмыслено как некое поведение, осмысленное с точки зрения тех, кто себе лицо царапает. И мы заглядываем через плечо и пытаемся восстановить этот смысл. Хотя, с другой стороны, вот и камеру вам в руки. Субтитры создавал DimaTorzok